Все, отец Андрей, можно. Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, это церковь в 20 веке. Прославление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, произошло на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года, в день представления апостола Иоанна Богослова. И многие видят в этом промысел Божий. «Дети, любите друг друга», — говорит в последней проповеди апостол Иоанн. «Это заповедь Господня, если соблюдете ее, то и довольна». В унисон со словами апостола звучат последние слова патриарха Тихона. «Чадо мои, все православные русские люди, все христиане, только на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви». «И неуловимо даже для врагов будет святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей. Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу, не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром». К сожалению, канонизация нередко является для кого-то причиной, а для кого-то поводом избавить себя от необходимого для каждого христианина труда. Всесторонне критически осмыслить личность и поступки того человека, который занимал кафедру церковного первоиерарха, сыграл большую роль в нашей церковной жизни и канонизирован как святой, и который, будучи святым, не был безгрешен. Случилось так, что канонизация именно этого патриарха, ставшего одной из первых известных, значительных же богоборческого режима, вызвала к его личности какое-то особенно теплое отношение. Тем более, что и сам-то он был человек для церковного иерарха весьма живой и свободный, и ему выпало бремя тяжелейшего испытания. Если мы ощутим его жизнь, его личность, как отношение этого бремени, бремени всего страшного XX века, в истории русской церкви, я думаю, мы поймем в нем то важное, что необходимо понять каждому христианину для его собственной духовной пользы. Начиная разговор о патриархе Тихоне, я предлагаю вам пойти путем живого размышления о нем в контексте русской церковной истории. Патриарх Тихон, в миру Василий Иванович, носивший распространенную среди духовенства Псковской епархии фамилию Белавин, родился 19 января 1865 года в деревне Клин Тарапецкого уезда Псковской губернии в семье священника. Семья не была такой уж многодетной, но у него было трое братьев, и семья несла на себе традиционную печать, нелегкая жизнь русского провинциального духовенства, для которого существовал один единственный путь к иной, более одухотворенной, более обеспеченной и более яркой жизни – образованию. Поэтому судьба будущего патриарха в этом плане была предрешена. Тарапецкое духовное училище – ближайшее уездное училище к месту служения его отца. Тем более, что и сам отец вскоре стал служить в городе Тарапце. Это очень важный момент в его жизни. До 13 лет будущий патриарх учится в Тарапецком духовном училище, не отрываясь от своей семьи. Отрыв от семьи в раннем возрасте, в 8-9 лет, попадание в эту самую бурсу, так называлось духовное училище в просторечии, жизнь по чашу даже не в общежитии, а на какой-нибудь съемной квартире у какого-нибудь маргинального персонажа, сапожника, ремесленника, часто пьющего. Этот отрыв от семьи многим совсем еще юным отроком из таких одухотворенных, добрых, священнических семей наносил большую травму. Отсюда такое мрачное впечатление от бурсы, жесткая дисциплина, схудное питание, а в общем и целом переживание отрыва от дома. Вот это, к счастью, миновало Василия Ивановича. Он жил в семье, учился в училище. Может быть, отсюда его довольно гармоничное, как отмечали уже после 1878 года его соученики по Псковской духовной семинарии. Цельная, спокойная, ровная в меру светская натура и вместе с тем натура пронзительная, глубокой внутренней религиозности, которая привела к тому, что, учась в семинарии, он получил прозвище «патриарх». Нравы в семинарии всегда были довольно жесткими. Постоянное натаскивание на благочестие, на необходимость являть учителям свою православную жизнь, приводило к определенной реакции, к грубости, к употреблению, например, церковнославянских фраз, исключительно в ироническом контексте, вне богослужения. Соответственно, это все отражалось на продвищах, которые давали друг другу семинаристы. И вдруг прозвище «патриарх», странное прозвище в устах семинаристов, его даже ироническим невозможно считать. Было здесь какое-то признание его именно семинаристами, самыми критически настроенными ко всем атрибутам церковности молодыми людьми, внутреннего мира этого человека, этого, собственно, еще юноши, даже отрока. Псковская духовная семинария была закончена довольно спокойно, без особых успехов и без особых неудач. А затем на долю Василия Ивановича Белавина выпало великое счастье поступления в 1884 году в Санкт-Петербургскую духовную академию, в которой сначала инспектором, а потом ректором был архимандрит, а затем епископ Антоний Владковский. А потом уже в его ректорство инспектором был архимандрит Михаил Грибановский, будущий епископ Таврический. Этот период в Петербургской духовной школе один из самых плодотворных и самых ярких. Чтобы не говорить много об этом периоде, я просто назову ряд имен, имея рядом с собой такого ректора, как епископ Антоний, такого инспектора, как архимандрит Михаил Грибановский, будущий патриарх имел с своими учениками, будущего митрополита Антония Храповицкого, будущего священномученика Кирилла Смирнова и будущего патриарха советской эпохи Сергия Старогородского. Согласитесь, что при всем различии жизненных путей этих людей эти личности значительные, и таковыми они смогли стать во многом благодаря тому, что Господь сподобил их учиться в Петербургской духовной академии именно в этот период. Учеба Василия Ивановича развивается опять-таки без особых взлетов и падений. Он вообще был человек спокойный, цельный, ровный человек, что даже как-то для русского поповича странно. Справедливо отец Сергий Булгаков говорит, что, как правило, все духовно одаренные семинаристы должны были переживать духовные же и кризисы в семинарии. Вот нет у нас сведений, чтобы какой-то кризис переживал Василий Беловин. Он весьма цельно и стабильно шел по семинаристской и академической стезе. За время подготовки довольно специфического кандидатского сочинения о янсенизме, религиозно-меретическом движении католической церкви 17-18 веков будущий патриарх очень хорошо освоил французский язык. Когда наступил период окончания академии, Василий Иванович честно констатировал тот факт, что не сделал своего дальнейшего выбора, будет ли он священнослужителем, для этого надо было жениться, или монахом, а значит архиереем. Современники патриарха отмечали, что выпускники академии того времени, принимавшие монашеский сан, открывалась прямая дорога к стремительной, успешной архиерейской карьере. Василий Белавин не принимает ни монашества, а получает должность в общем естественном для выпускника академии. Он становится преподавателем провинциальной семинарии и в 1888 году по 1991 год преподает в родной Псковской семинарии французский язык. И опять мы не встречаем здесь никаких катаклизмов, все идет очень ровно и спокойно. Именно таким путем, очень грамотным и цельным, Василий Иванович приходит к убеждению, что ему должно быть все-таки монахом. В 26 лет, в ноябре 1991 года, его постригает в монашество епископ Псковский Гермоген. И вскоре его рукополагает в сан Иродьякона Ира-монаха. Начинается новая стезя, предполагавшая не столько приходское служение и даже не монастырское, а преподавательско-административную деятельность, с которой и начинали почти все наши архиереи. Перед нами очень типичный «Путь будущего архиерея». Ира-монах Тихон преподает в Сковской духовной семинарии догматику и нравственное богословие. В марте 1992 года определением Святейшего Синода он был назначен инспектором Холмской духовной семинарии. В июне 1992 года ректором Казанской, а в июле того же года ректором Холмской семинарии с возведением в Сан-Архимандрита. Холмщина той поры только что создана административная единица в западном крае. Так выросший, сформировавшийся в исконно русских краях, теперь уже архимандрит Тихон Белавин оказывается в местах ему в общем-то этнопсихологических, культурно-исторических чуждых, в местах весьма неблагополучных. Католическое польское дворянство, православно-западно-русское крестьянство, доминирование в городах еврейской буржуазии, смешение разных этносов, разных конфессий. И архимандриту Тихону приходится, учитывая все это, осуществлять на Холмщине свое служение, которое, как известно, проходило там весьма благополучно и стабильно. Более того, происходит редко встречавшийся в те времена прецедент. 19 октября 1897 года, 32 лет от роду, его рукополагает сан епископа Люблинского. Хочу напомнить, что канонический возраст поставления воевия епископа 35 лет. И в синодальную эпоху этого старались придерживаться. Рукополагает архимандрита Тихона в Петербурге, в Троицком соборе Александра Невской лавры. Но в качестве векарного епископа Холмской епархии, молодой епархии, в которой в общем и целом пошатнулось традиционное православное благочестие, развитое в быту. Бытовое исповедничество часто было главной формой сохранения традиции в церковном русском христианстве. И вот такого рода благочестие там было поколеблено межрелигиозными конфликтами, унией и так далее. С этим нельзя было не считаться. Часто и само духовенство на Холмщине жило в таком двойственном мире. А этот целый русский по своему происхождению, по всей практически своей жизни священнослужитель умел находить здесь с разными людьми общий язык. Все отмечали его поразительную толерантность, всю жизнь характерный для него стиль общения с людьми, с легкой доброжелательной иронией, иногда, впрочем, приобретавший, как это бывает у великороссов, несколько мрачноватый скептический оттенок. Вот это его умение быть для всех-всем, оставаясь прежде всего последовательным православным священнослужителем, видимо, и повлияло на то, что вскоре, 14 сентября 1898 года, его назначают уже правящим архиереем, епископом олигутским и аляскинским. Казалось бы, как это здорово и, в общем-то, еще молодом возрасте ощутить себя несущим служением в таких экзотических местах. А между тем, что получил в свое распоряжение епископ Тихон? Он получил епархию, которая шла по пути постепенного вырождения, ибо русская церковная жизнь в США угасала. И спасти, и преобразить эту епархию, сохранить эту епархию можно было лишь путем радикальных преобразований. И вот он, имевший опыт общения с разноконфессиональными политическими общинами, а надо сказать, что нахомщивый его духовный авторитет признавали не только католики, но и иудеи, отправляется теперь в Америку. Конечно, очень быстро он обнаруживает, что исконно русские когда-то земли это далекая периферия. Да, там есть православные люди, но собственно русских становится все меньше и меньше. А в православной Америке становится все больше и больше. Но направляются они в основном не на Аляску и даже не в Калифорнию, а через северо-восток наполняет собой Средний Запад, например, Нью-Йорк и Чикаго, а не Олигутские острова и Аляску. И епископ Тихон очень быстро переносит центр своего внимания на северо-восток, переводит кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк и с 900-го года епархия начинает называться уже не Аляскинской, а Аляскской и Североамериканской. Но самое главное другое, он открывает для себя совершенно иную перспективу приходской епархиальной жизни, чем та, которая ожидала его в России, которая была уже ему знакома по служению на Холмщине. Он попадает в условия страны величайшей веротерпимости, в которой очень последовательно с самого начала церковь отделена от государства, а уж русская православная церковь воспринимается даже более экзотически, чем какая-нибудь мормонская секта, как что-то совершенно чуждое, незнакомое, но имеющее все гарантии любой конфессии США. Православные прошли через этот впечатляющий искусительный опыт США. На американской земле все должны быть свободны и исповедовать свою веру так, как считают нужным. Ты полностью свободен, свободен даже жить или умереть, сохраниться или исчезнуть, все зависит только от тебя. Ведь это было очень незнакомо для священнослужителя, сформировавшегося в рамках жесткой синодальной системы, где даже ассигнования на епархиальные нужды самые по часу выйденные должны были согласовываться с синодом. Проходит через бюрократию, а здесь все было так, как, кстати, будет в условиях будущего русского зарубежья. Есть группа православных мирян, которым нужен приход, они его организуют, а твоя задача поддержать их, обеспечить их священнослужителям и делали все, чтобы эта приходская община не погасла. Это соответствует принципам американского законодательства, которое предполагает именно вот эту самую активную приходскую общинную жизнь, которую принимают в расчет, так сказать, бюрократические органы в этой стране. Напомню, что в русской православной церкви или в православной российской церкви, как она тогда называлась, приходы не имели даже права собственности и права юридического лица. И вот это поразительная необходимость жить в условиях децентрализации, в условиях, когда нужно поддерживать инициативу, идущую снизу, побуждает епископа Тихона резко изменить свой стиль поведения. Он не просто посещает приходы, он входит в приходскую жизнь, он очень внимательно подходит к назначению священников. Священников мало, чаще всего это русские священники, священники из России, многие из которых как тягостное испытание, воспринимая свое служение в Америке, пожив там несколько лет. Русские священники той поры стремились в Россию, не потому, что она казалась им такой уж духовной, а потому, что это была страна, которую жалко было покидать, в которой священнику православному, традиционному было гораздо легче, чем в заморских краях. С такими священниками было сложно работать, сложно было что-то созидать со священниками временщиками, при этом очень часто между ними и паствой возникали языковые барьеры. Да, процесс перевода богослужения на английский язык начался еще до епископа Тихона, но, как полагается православной церкви, шел он очень медленно, с оглядкой на синодальное начальство, с нежеланием признать, что православная церковь в Америке либо перестанет быть русской, став церковью англоязычных американцев православного вероисповедания, либо просто прекратит свое существование. Епископ Тихон очень хорошо это понял и изначально его курс был направлен на то, чтобы его Оливудская и Североамериканская епархия в перспективе превратились из русской епархии в епархии русской церкви в церковь православных американцев. Это было очень радикально, но на тот момент это было правильно. Епископу Тихону нужно принять очень нестандартные, неординарные решения, и он их принимает. Завершая перевод богослужений на английский язык, он добивается решения Синода о получении себе вихарных епископов по этническому принципу, даже епископа араба. Он вообще мыслит будущую церковь как церковь разноплеменную, в которой будут группы вихарных епископов сербского, греческого, румынского, арабского происхождения, которые будут окормлять соответствующие православные диаспоры. И это, конечно, перспектива действительно очень широкого будущего развития нашей епархии. Церковь поместную. Он добивается того, что наряду с храмами в Америке появляются первые монастыри. В Миннеаполисе открываются семинарии, которые, впрочем, просуществуют только до 20-х годов. Его деятельность будет всегда ориентирована как на активную миссионерско-какцизидаторскую работу. Это приведет к возвращению в православную церковь нескольких десятков тысяч униатов карпатаросов. Это была тоже очень интересная ситуация, когда приезжавшие в Америку русинские греко-католики стартовались с глубоким непониманием того, кто они такие. Со стороны доминировавших в Америке в тот момент ирландских епископов и священников, которые не вмещали в свое сознание такое понятие как уния. Епископ Тихон воспользовался этой ситуацией и предложил им, как в американском стиле, совершенно свободно сделать свой выбор, и они сделали свой выбор в пользу православия. Епископ Тихон интересует, инициирует работу нового приходского устава, нового определения епархиального управления, направляет это в Синод. Синод в общем положительно оценивает эти его решения и в 1905 году он даже возводится в сан архиепископа. Но что особенно примечательно, в 1905 году начинается активная работа по подготовке поместного собора, отзывы епархиальных архиереев, в которых предлагается широкий перечень церковных преобразований, затем работа предсоборного присутствия в 1906 году. Да, эта работа оказывается тщетной, собор соберется лишь через 11 лет, но обратим внимание, написавшие довольно радикальные отзывы по поводу возможности церковных преобразований, епископ Тихон, не дожидаясь собора, в своей епархии проводит некоторые реформы, о которых говорили тогда русские епископы. в частности тот приходской устав в его епархии, который принимается с благословения естественного синода, оказывается очень приближенным к будущему приходскому уставу, который будет принят на поместном соборе в 1917-18 годах. Он уже живет по существу в церковной жизни, в которой многие из того, что предпишет русской церкви поместный собор 17-18 годов, будет реализовываться в частности в церкви, где активные миряне и активное духовенство созидают церковную жизнь не сверху, а снизу, без всякого участия государства. Причем архиепископ Тихон не первый был русский епископ в Америке и не последний, но такого оживления в жизни епархии не было до него, да и после него будет, не будет долгое время. Архиепископ Тихон Белавин проводит собор в своей епархии, соборы такие не проводились в православных российских епархиях. В 1907 году собирается собор русской православной греко-кафолической церкви в Америке. Такое название собора явно призвано идти в эту церковь всех православных американцев, в том числе вероятно и униатов, и все это согласие Синода. В результате перед оставлением епископом Тихоном Алиутской и Североамериканской епархии в ней будет насчитываться более ста приходов, 130 приходских школ, четыре журнала на различных языках и почти полмиллиона прихожан. В апреле 1907 года архиепископ Тихон назначается на Ярославскую кафедру, но это его период пребывания в Америке делает ее в каком-то смысле слова уникальным епископом среди наших архиереев. Он приобретает опыт осуществления своего служения в условиях несколько иной государственности, нежели та, которая была в Российской империи, в условиях, когда церковь не могла рассчитывать на какую бы то ни было поддержку государства. Он пережил опыт жизни без этого ресурса и достиг может быть куда больших успехов, чем это могло бы быть при наличии такого ресурса. Но, конечно, его тянуло в Россию и, конечно, назначение на Ярославскую кафедру, одно из самых выдающихся кафедр, было своеобразным увенчанием его трудов. С точки зрения карьерного роста пребывание архиепископа Тихона Ярославской кафедре продолжалось шесть лет. Обратим внимание на несколько деталей, характерных для этого периода жизни владыки Тихона. Ярославская епархия одна из почтенных, одна из церковно-культурных, общественно-благополучных, была епархией богатой с традициями довольно значительными. Но архиепископ удивляет свое духовенство нарочитым желанием посещать приходы, даже где все благополучно, даже тогда, когда сам настоятель готов приехать к нему с дарами, которые почему-то архиепископ Тихон не склонен принимать. Он приезжает сам, чтобы увидеть то, что происходит в епархии. И ездит он как-то не так, как привыкли, без особого почтения к собственному сану, и запрашивает священнослужителям, запрещает священнослужителям полагать пред ним три земных поклона при входе в его кабинет. Некоторые даже говорят о том, что какой-то странный приехал епископ из Америки, не чтит собственность сам должным образом, а он довольно активен, довольно демократичен. И это на фоне того, что его, как принято было в тех условиях, делают почетным председателем местного отделения союза русского народа, что потом уже в советское время будет постоянно ему инкриминироваться. Постепенно примечательно то, что у него возникают дружеские отношения с векарным епископом Рыбинским Иосифом Петровых, а келейником его становится и романах Серафим Самойлович. Среди двух ребенок очень выразительны. Они один из главных будущих оппонентов митрополита Сергия Старогородского. Не склонны вроде бы к большому ригоризму, архиепископ Тихон находит в этих двух ригористах людей ему духовно близких. 3 января 1914 года архиепископа Тихо назначают на Литовскую и Виленскую кафедру. На его Ярославскую кафедру назначают Виленского и Литовского архиепископа Агафангела Преображенского. И вот происходит встреча этих двух епископов в условиях, скажем, не очень благоприятных с точки зрения привычных традиций церковно-административной деятельности. Но эти два иерарха благословно и живо восприняв рокировку кафедрами и друг друга восприняли не как конкурентов, а как соработников. Несмотря на то, что архиепископ Тихон и архиепископ Агафангел были очень разными людьми и на фоне архиепископа Тихона архиепископ Агафангел казался почти сиборитом, причем с крайне либеральными взглядами, они уже друг в друге тех, кто действительно мог положиться один на другого в тяжелой ситуации. Архиепископ Агафангел Преображенский не просто станет в дальнейшем одним из местоблюстителей, а в критический момент 1922 года предложит церкви такой же радикальный путь существования, какой предложил североамериканской епархии епископ Тихон. Пребывание в Виленской и Литовской епархии архиепископа Тихона было непродолжительным. Первая мировая война, эвакуация в Москву, и вот здесь он опять попал в ситуацию очень нетипичную для архиереи синодальной эпохи. Лишенный своей епархии, лишенный обязанности осуществлять общую, большую, обременительно-административную работу, архиепископ Тихон занялся тем, чем обычно епископы довольно быстро переставали заниматься. Он занялся пастырской деятельности. Да, некоторое время он был присутствующим членом синода, но при этом прежде всего служил и проповедовал, постепенно приобретя авторитет выдающегося архипасторя. В тон московской церковной общественности тогда задавали великой княгиней Елизаветы Федоровны, бывший обер-прокурор Самарин и другие такого рода личности. Добавим к этому и характерный статус Москвы во всем быть оппозиционной Петербургу, что в политическом плане, что в плане церковном. И вот взоры московской паства обращает на себя этот провинциальный епископ не как администратор, не как богослов, а именно как пастырь. Для архиепископа Тихона это был еще один опыт. Если в Америке пастырское служение стало для него составной частью служения епископа в силу обстоятельств, то епископ пастр в России синодального периода все еще оставался большой диковинкой, ибо та среда, которая формировалась у нас веками, не только между мирянами и епископом, но и между духовенством и епископом, синодальный период сохраняется во многом и сейчас. Наступает 1917 год. Подобно всем назначенным еще при государе членам синода, архиепископ Тихон покидает его состав. Показательно, что из всего состава священного синода, который был назначен государем, впоследствии весной именно оберпрокурором Владимиром Николаевичем Любовым, только архиепископ финляндский Сергий Старогородский органично перетек в Синод революционный. 19 июня 1917 года эвакуированный архиепископ Виленский и Литовский Тихон избирается съездом духовенства и мирян Московской епархии в Московские архиереи. Но примечательно, что в тот период между февралем и октябрем 1917 года, когда значительная часть нашего православного по формальному вероисповеду населения занималась черным переделом земли, разваливала армию и в общем разрушала страну, совершенно не думая церковной жизни, малая часть наших православных христиан, тех, для которых и в этих условиях церковная жизнь была чем-то значимым, активно и сознательно участвовала и в приходских собраниях, и в благочинистических, и в архиальных съездах. Поэтому выбирали архиереев люди вполне осознанно. Тогда в условиях надвигающихся гонений церкви нужны были не архиереи богословы, не архиереи администраторы или политики, но архиереи пастыри. Именно таким архиереем пастырями оказался для Москвы Тихон Беловин, который и становится московским митрополитом. А на поместном соборе, открывшемся 15 августа 17 года, через два месяца после избрания на московскую кафедру, митрополит Тихон становится его председателем. Надо сказать, что открытие собора сопровождалось очень большой дискуссией по вопросу о высшем церковном управлении. Число противников восстановления патриаршества неожиданно стало весьма ощутимо. Общий ажиотаж, связанный с желанием демократизировать все и вся, неожиданно увлек в обратную сторону и многих епископов и членов собора. Понятно, считать, принято считать, что главными сторонниками того, чтобы церковь у нас управлялась коллегиально и выборно, были либеральные профессора духовных академий. На самом же деле, уже в первые же недели работы собора довольно критически по поводу патриаршества стал высказываться, например, архиепископ финляндский Сергий Старогородский. И понадобилась кипучая энергия митрополита Антония Храповицкого, его способность убеждать, увлекать, чтобы постепенно ситуация переломилась. Но, впрочем, убедительность выступлений митрополита Антония, выступлений других сторонников патриаршества, например, архимандрита Илариона Троицкого, профессоров Сергия Николаевича Булгакова и Евгения Николаевича Трубецкого подкреплялись и тем, что происходило в России. Постепенно осознание того, что в России не только нет монарха, а нет государства осенью 1917 года уже пронизало всех и вся. И многие члены собора стали задумываться о необходимости восстановить патриаршество, еще и потому, что в фигуре патриарха они видели единственное средство спасения России от того кровавого хаоса, в который она прогружалась. Это, наверное, недолжное обоснование для определения того, каким должно быть высшее церковное управление. Но, с другой стороны, церковь ведь не могла игнорировать и то, что страна неслась какой-то катастрофе. Надо сказать, что митрополит Тихон никак не проявлял себя особенно активно в дискуссиях этого рода. Да и должность председателя лишала возможности активно себя позиционировать. Но собор развивался в довольно живом русле, и в результате случилось так, что как раз в момент, когда на улицах Москвы начались бои между янкерами и сторонниками большевиков, 30 октября 1917 года было принято решение о немедленных выборах патриарха. Решение о восстановлении патриаршества приняли за два дня до этого. Архиепископы Антоний Храповицкий и Арсений Стадницкий и митрополит Тихон Беловин оказались теми, среди кого жребьем нужно было избрать патриарха. Выбор трех кандидатов на патриарший престол составился 31 октября 1917 года, в день, когда в царском земле был убит первый погибший от рук большевиков священник протерей Иоанн Кочуров, которого митрополит Тихон лично знал по служению в Америке. Трех кандидатов патриархия называли за их спинами Антония самым умным, Арсения самым строгим и Тихона самым добрым. И вот 5 ноября 1917 года митрополит Тихон выбирается патриархом по жребию в храме Христа Спасителя. 21 ноября в Успенском соборе проходит интронизация и самый добрый архипастер становится патриархом в самый жестокий момент русской церковной истории. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Спасибо Господи, отец Андрей. Благодарю. Хотел бы вам задать вопрос, какими источниками вы пользовались? Источниками это по трудам священника протерея Георгия Митрофанова, преподавателя Санкт-Петербургской Духовной Академии. Неоднозначная лекция. Я пользовался его лекциями. Понял, понял. Ну, сам стиль мне не всем понятно, когда он называет прокурора Схена-Синода Самарина, а также преподаватому ученицу Елисавету, то такого рода личностями добавил. Ну, то есть, да, он говорит о том, что вот такие вот активные люди, члены православной церкви, как Елизавета Федоровна и прокурор Самарин и прочие вот такие люди, они принимали активное участие в жизни тогда, в духовной жизни города Москвы. То есть, неотрицательный оттенок, да? То есть, нет, нет, он именно в положительном, да, в положительном, что они влияли, положительно влияли на духовную жизнь города Москвы. Ну, мы впоследствии знаем, как святитель Тихон покровительствовал Елизавете Федоровне, когда она уже занималась делами милосердия. И не всем понятно, говорите, сто приходов и полмиллиона прихожан. Пять тысяч прихожан в одном приходе получается. Я так думаю, надо понимать, Владыка, что приходы, они были очень сильно разбросаны на территории Соединенных Штатов. И люди не так, как сегодня у нас в шаговой доступности имеют возможность посещать храмы, а готовились, как это мы знаем и в других местах происходило, готовились к тому, чтобы посещать храм, ехали специально на службы, готовились к таинствам причастия, исповеди и принимали участие в церковно-религиозной жизни приходов. Ну, в целом мы понимаем, потому что сейчас время прошло и нам известно, как в Западной Европе допустим существуют приходы, вот недавно мы знаем, некоторые приходы присоединились к Русской Православной Церкви, некоторые не присоединились и как раз таки решали это сами прихожане собирались на собрание, голосовали Ну да, здесь отец Георгий как раз в своих трудах он об этом как раз приводит пример, что очень похожа жизнь в Европе православной на то, как она происходила в Америке во времена святителя Тихона. Ну, благодарим, и выходит, я раньше не думал, над этим не задумался, выходит, что этот опыт американский, он как раз и помог святилю Тихону внести такую живую струю, видимо, в такую церковную жизнь, как бы несколько раз вот так отец Георгий, видимо, там намекал, именно, что закостенело, нечто забюрократизированное, я даже не знал, что раньше приходы не имели юрлица. Видимо, все решалось через консистории, это такие чиновники были церковные, где тоже волокита была, и мы знаем из жизни миссионеров, что зачастую жалование, которое послалось миссионерам, скажем, алтайским или сибирским, задерживалось, разворовывалось, и они получили такое существование очень небогатое. Ну да, но об этом говорил в свое время и святой праведный Иоанн Кронштадтский о закостенелости нашей религиозной жизни. Даже вот я помню, как-то читал его труды, он говорил о том, что если в России что-то не случится, потрясение, то русская церковь погибнет. Он говорил именно о закостенелости духовной и на бытовом уровне и на, конечно, и церковном уровне. Ну, как показали дальнейшие события, мы видим, что те люди, которые еще недавно были прихожанами, они же и выносили иконы, сжигали Евангелие. Ну да, но это вот следующее лекции об этом будет очень хорошо. Одного безбожника спросили, который уже стал безбожником, говорит, а разве ты не знаешь, вот в Евангелии так-так. Он говорит, ну, Евангелие мы крышку целовали в церкви, а что-то написано нам не говорили. Вот, отчасти, может быть, так и где-то было, конечно. Знаете, я по этому поводу всегда привожу пример. И отчасти именно из Бурсы тоже много революционеров вышло. Я по этому поводу привожу пример, когда говорят, что Россия была неграмотна, необразована. Я говорю, посмотрите на местах. Вот, например, у нас в Должанской было три школы. И каждый ребенок в нашей станице имел возможность получить бесплатное трехклассное образование. Каждый ребенок. И на тот уровень, в принципе, этого образования достаточно было для того, чтобы жить гармонично в том мире, в котором жили люди. Вот. Мне один специалист в военной сфере привел такой пример, что у нас на тот момент был самый современный флот русский военный. Вот. Кто, говорит, обслуживал эти механизмы? Это же там уже были паровые машины. Их обслуживали обыкновенные русские мужики, которые призывались на службу в армию. То есть они получали вот это начальное образование, как можно его сегодня назвать, в школе. И этого достаточно было. То есть они были достаточно образованы, чтобы обслуживать и служить на этих сложных для того времени механизмах. Хорошо. Благодарю вас. И будем собираться в среду в предвкушении новых интересных сведений о стиле Тихоне. Ну, а на третьей лекции прошу вас зачитать, может быть, тропарь или несколько стихир, или одну стихиру из его службы, чтобы нам посмотреть, как вот, как воспевает уже этого великого святого. Хорошо. Ну, хорошо. Всех благодарим, слушатели. Спасибо, Господи. Благодарю, Владыка. Спасибо. Владыка, благословите. Благодарю, Владыка. Спасибо. Благодарю, Владыка. Берегите себя, свои семьи, своих прихожан. Спасибо.